В год экологии Владимирская область как никогда погрязла в экологических проблемах. Больше всех, пожалуй, досталось жителям покрова, когда после закрытия Кучинского полигона московский мусор тоннами хлынул на местную городскую свалку. Размещение отходов, к слову, на ней было запрещено с 2015 года по решению суда. На защиту экологии вышли местные жители, живым щитом блокировавшие проезд мусоровозам. Остановить экологическую катастрофу удалось благодаря петиций и быстрой реакции надзорных органов. Жители своими телами, машинами, они переградили самосвалы, которые везли этот мусор. Все прекрасно эту историю знали, но действий никаких не предпринимали. На следующий день вмешалась прокуратура. Они постановили, что это был разовый вывоз мусора, а не многократный. Поэтому они приостановили деятельность этого полигона на 90 дней. Сейчас срок этот истек, и жители и покровские чиновники боятся, что беспредел может повториться в любой день. К слову, вонят полигоны, разносятся на километры, а мусорные кучи то и дело воспламеняются. Составляет некомфортное проживание жителей в связи с тем, когда возгорает, весь дым идет на территорию города и прилегающих муниципальных образований, населенных пунктов. Еще один очаг экокатастрофы вспыхнул в Гусь-Хрустальном районе. И опять свалка. Отходы сюда незаконно свозились более 30 лет. В итоге пожар. Столбы дыма достигали 9 метров, а свалку тушили почти неделю. Фирма, складировавшая здесь мусор, заработала на этом свыше 50 миллионов рублей. Правоохранители завели сразу несколько уголовных дел в отношении мусорных бизнесменов. К слову, всего в регионе 9 официальных мусорных полигонов. Их постоянно проверяют. И что самое удивительное, говорят надзорные органы, что большая часть работает с нарушениями. Им выписывают и штрафы, и предписания, но для мусорного бизнеса 100 тысяч копейки. По поводу несанкционированных свалок, значит, по поводу числа свалок, я вам хочу сказать, что, наверное, такой информации точно не обладает никто. Но надо понимать, да, что вот сегодня мы свалку одну убираем, к сожалению, завтра на этом же месте или рядом возникают другие свалки. Вот. Поэтому вот это число все время меняется. Власти рапортует о заинтересованных лицах в нелегальном обогащении. Правда, ни одна фамилия так и не названа. Иногда у нас и привирают. Да? А что со свалкой-то в гусе хрустальном так рьяно не боролись, пока губернатор не дал всем по башке? А-а-а, понятно, потому что там некоторые люди, которые были в этом заинтересованы, понимаете, да? И я вас предупреждала, мусор – тема криминальная. Тронем мусор, это будет непросто. Но у нас выхода нет с вами. На итоговой пресс-конференции Орлова отметила, без новых заводов в глубокой переработке область попросту захлебнется в мусоре. Строительство одного из таких активно лоббирует. Появиться он должен в селе Филипповское. Вот только местные жители категорически против. Что это за производство? Мы так понимаем, что это будет самая настоящая свалка. У нас здесь пески. Значит, вся вот эта вот вода от свалки будет, весь этот фильтрат будет вводить в нашу воду. Вода будет вся обрабленная. Если нас с вами не спросить, то тогда грош цена нашему правительству, президенту и всем остальным. Ни один губернатор без нас не может принять решение, которое оказывается окружающей среды. Несмотря на это, позиция Белого дома по Киржайскому району непоколебима. Завод будет. В ближайшие годы мусорные предприятия планируют строить по всей области. Мы планируем построить 5 экотехнопарков во Владимирской области, 8 мусоростротировочных станций. Мы думаем о том, что надо строить полигоны во Владимирской области по новым технологиям, чтобы не допустить, скажем, Кучино во Владимирской области. Экологический беспредел в селе Аликово удалось остановить благодаря местным жителям и нашим сюжетам. Там, по соседству с жилым домом, предприниматель получил в аренду участок под автоангар. Но перед тем, как начать его строить, решил закопать в землю тонны мусора. Поскольку место болотистое, там нет растительности, деревьев там нет никаких. Там ивняк такой, кустарник, болотина. Он туда стал завозить, должен был завозить грунт, чтобы отсыпать себе территорию. Стал завозить, видимо, не только грунт, принимал туда отходы. Вот это все установлено проверкой. И, значит, по нему сейчас там прокуратура тоже самая район отрабатывает. К слову, еще одно потрясение, но уже кадровая домашний арест Алексея Мигачева, того самого чиновника, в видении которого находится областная экология. Михаил Месьянчик, 6 канал.